18 июня исполняется 85 лет с момента смерти известного русского и советского писателя, поэта-драматурга Максима Горького. Его наследие хранится в отделе рукописи и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Все подробности далее. Биография Алексея Пешкова, прославившегося под псевдонимом Максим Горький, тесно связана с Казанью, ведь именно здесь он совершал свои первые творческие шаги. В 16 лет он сюда переехал, чтобы поступить в Казанский университет, но после неудачи работал на пристаних, где и познакомился с революционно настроенной молодежью. В свободное время пробовал себя в роли писателя. Его первые прижизненные издания, написанные под псевдонимом, хранятся в фонде научной библиотеки имени Лобачевского. Алеша Пешков выбрал этот псевдоним довольно рано, и уже под этим псевдонимом, правда, сокращенно, появляется один из первых его рассказов в газете «Волжский вестник» в 1893 году, 4 сентября, с довольно длинным названием «О ЧЖ» и так далее, то, что потом вошло в литературу под названием «О молодом поэте». С низка в большую славу и известность издания Максима Горького превратились в многотомные собрания и произведений. В фонде библиотеки находятся его признанные труды, в числе которых Макар Чудра и Коновалов. Казанские рассказы передают тяжелые страницы жизни в городе. Здесь Горький переживает непростой мировоззренческий кризис и даже пытается покончить жизнь самоубийством. В нашем фонде тоже есть газета, где рассказывается об этом трагическом случае, как он, так сказать, неудачно стрелялся и как его спасли в нашей земской больнице. В библиотеке КФУ хранятся и цензорские экземпляры, в числе которых рассказ Горького «Весенние мелодии», запрещенный в дореволюционный период издание, вышедшее в 1901 году. Запрещено было, потому что здесь тоже своего рода фильетон, где он, ну, например, вот мы даже, если мы видим, да, «Я надворный воробей», да, то есть явно, что это аллюзия к различного рода чинам Российской империи, да, надворный советник, а вот здесь он, так сказать, надворным воробьем себя величает, да, то есть запрет был во многом именно потому, что очень критически, да, представляется вот эта придворная среда. Ознакомиться с трудами Горького могут посетители библиотеки в ее рабочие часы. Диана Желенкова, Ленарда Валитьяров, Универньюс.